Уже 11.01, и я иду из вечерней школы, а ночь таинственна и темна, и ей не спится от рок-н-ролла. У меня белые лошади часто задают вопрос, почему именно, что это такое. На самом деле это миф. Миф позитивного, всего хорошего, что есть у каждого человека. У меня белые лошади, как бы, да, это какой-то принц на белом коне. Это всегда миф чего-то такого выдуманного и действительно светлого. Поэтому мне хотелось сказать, что черный ворон и белые лошади. Есть плохое, конечно, над городом есть и плохое, но есть и позитив. Луна-парк это то же самое. Это моя планета, где мне хорошо. Это все вымышлено. Это все... Каждый человек может себе придумать, где он бы хотел быть, где хорошо. Для меня это луна-парк, поэтому я и спела об этом. Какая-то Мика Ньютона сексуальная. Все звезды раздеваются для журнала, снимаются голым. А еще слабо? Мне не слабо, но у меня просто жизненный принцип не раздеваться. Для мужских журналов тем более. Я просто считаю, что уже это сделало настолько огромное количество людей, что это уже просто неинтересно. Это не ново. Это настолько уже банальная вещь для нас сейчас, что прошлый год это дал показать, что каждый месяц вместо модели была украинская певица. Я считаю, что это ужасно. Ну, это не ужасно, но для меня это как бы... Я считаю, что я могу петь, и мне нужно это показывать, а не свое тело. Выше всех там стены, там слепые вены. Слишком откровенно. А я кляну, но без тебя. Мика Ньютона постоянно красится в белый цвет. Мне кажется, что скоро она, наверное, станет лысой. Не знаю, как Брюс Виллис, что ли. А может быть, у нее вообще парик. А у меня есть в планах даже... Не то, что в планах, а идея такая была. Говорит, я бы с удовольствием подстрелилась бы на лысая, походила и почувствовала бы себя, как это... Классно. Не нужно ни маски, ни шампуни. Пошел, помыл, и все нормально. Конечно, нет. Сейчас настолько технологии и уже идут вперед, что всякие маски, специальные шампуни, специальный уход за волосами уже не позволяет просто терять волосы. Нет, мои. Говорит, сейчас...